Дальневосточный гектар Дальневосточный гектар Дальневосточный гектар Сахалинской или Курильской пропиской Четыре месяца имели эксклюзивное право Заявляться на гектары в этом районе Привилегия для одних и ограничения для других Закончили свое действие 1 октября С этого момента дальневосточники смогли делать то же самое Но уже в любом районе своего субъекта То есть если ты житель Сахалинской области Выбирай из предложенного на всей ее территории С 1 октября с момента реализации на территории всей Сахалинской области Федерального закона о дальневосточном гектаре Сахалин был в первой неделе лидером по количеству поступающих заявлений Именно этот этап можно без преувеличения назвать Самым благоприятным для островитян Решивших воспользоваться предложением Потому что уже с 1 февраля следующего года Вступает в силу третий этап Тогда каждый россиянин сможет стать владельцем Бесплатной земли на Дальнем Востоке Понятно, что выдаваться они будут по остаточному принципу Но что попадет в этот остаток Зависит только от расторопности дальневосточников А согласно исследованию, проведенному Всероссийским центром изучения общественного мнения Получением такого участка заинтересовались 20% россиян Сколько из них местные, не уточняется Поэтому выбирать участок надо оперативно Пока, как говорится, не понаехали Но при этом тщательно Потому что выдается он только один раз в жизни Многих отпугивает название Гектар Что делать с 10 тысячами квадратных метров И это главное заблуждение Площадь получаемой земли Не может быть больше одного гектара Но меньше Пожалуйста В обратном случае Если ваши аппетиты превышают предлагаемый объем Вы можете смело кооперироваться с другими И подавать коллективное заявление Таких должно быть не больше 10 К слову, это могут быть и дети Закон говорит о том, что разрешено все, что не запрещено То есть если, скажем так, разрешено строить там торговый центр И человек берет торговый центр Он имеет право его там построить на своем гектаре Если он хочет заниматься сельским хозяйством Он занимается сельским хозяйством То есть сделай все, что не противозаконно Строй дом, разводи пчел, тренируй юных туристов Тогда через 5 лет государство передаст эти участки пользователям в собственность По желанию они могут оставить свои земли в аренде Иногда это экономически выгодно Но тогда, с 6 года использования Арендаторы должны будут за это платить Стоимость аренды не будет превышать земельного налога В исключение попадают лесные участки Если вы, скажем так, используете для целей Которые установлены лесным законодательством Вы также дальше арендуете на 49 лет Если же вы берете по цели Которые не связаны со своением лесов То там действует упрощенный порядок перевода категории Тогда, спустя 10 лет с момента оформления аренды Вы сможете приобрести эту землю Но уже, скажем, сельхоз назначения В собственность Продать полученные участки Сдать их в аренду Или пользование иностранцам Людям без гражданства Или юридическим лицам В уставном капитале которых они фигурируют Нельзя В любом случае, главное условие для продления отношений Надлежащее использование земли То есть, вбить четыре колышка и сказать, что это будущий дом или ферма Не получится При таком положении вещей Государство имеет полное право изъять участок Для удобства реализации проекта Создан специальный электронный сервис Федеральная информационная система На дальневосток.рф Пользователь может самостоятельно выбрать подходящий земельный участок И подать на него заявление Единственное, предварительно надо зарегистрироваться на портале госуслуг Делается это за несколько минут в отделении МФЦ Все дальнейшие процедуры будут проводиться онлайн Если же у человека нет доступа в интернет Или он просто не умеет в нем работать Заявление примут в выполномоченном органе По старинке, на бумажном носителе Максимальный срок, который проходит с момента подачи заявления До получения земли 30 дней Определиться, что делать со своим гектаром Можно сразу или в течение года Сейчас о своем желании получить угодья заявили уже 12 тысяч дальневосточников Цели от сбора ягоды на полюбившемся с детства плодородном месте Или строительство экологических троп в подарок юным туристам До строительства кафе и мини-заводов За время действия программы в Сахалинской области подано более 3000 заявок на получение участков И уже выдано свыше 100 гектаров земель Кто-то арендует их под строительство дома Для кого-то это отличный старт развития личного подсобного хозяйства Но в основном берут под бизнес Так в ближайшее время в селе Шибунино появится лесопилка Документы на получение дальневосточного гектара Ренат Низамов подал в первый день приема заявлений И уже через месяц стал обладателем 10 тысяч бесплатных квадратных метров земли в Невельском районе Этот участок предприниматель выбрал не случайно Он находится рядом с его маленьким предприятием Местной лесопилкой Производительность у нее хорошая Да и спрос на древесную продукцию высокий А вот склада не было Ни сырьем впрок не запасешься Ни готовый товар не разместишь Большой спрос летом Когда дачные участки Ремонт жилья происходит В принципе и зимой тоже спрос есть У нас сейчас много строительных объектов В том числе в Невельске и в Шибунино Планируется строительство животномоческого комплекса Так что в любом случае импиломатериал будет нужен Поэтому я как бы решил Удоконить прилегающую территорию И использовать ее По назначению А вот курильчанин Георгий Кулинский Взял дальневосточный гектар Под развитие этнического туризма Большая мечта Воссоздание айнской деревни С сохранением всех ее традиций И так как коренные народы для разъездов Традиционно использовали собак В планах Георгия начать реализовать мечту Создание обустроенной комфортной стоянки Для своих уже обученных питомцев Чем хороши Кулинские острова Тем, что летом у нас не бывает жары Поэтому собак можно использовать на Кунашире и летом Летом я их запрягаю в тележку А зимой они работают в нартах Пока любимцы кинолога живут в будках На заброшенном пустыре Но вскоре отправятся в лесное жилище Там им будет и вольготнее, и теплее Вообще география бесплатных гектаров Стремительно расширяется Мне понравилось, что дают бесплатный гектар И уже я буду знать, где мне накосить Этим кроликам травки И поэтому можно будет умножить поголовье И даже заняться продажей Почему мясо диетическое, почему не продавать Потому что мы все знаем, что у нас на прилавках лежит С того же там, с Китая идет Все это отравленное, можно сказать Здесь будет экологически чистый продукт Здесь летом, зимой выпадает очень много снега Можно охотиться, заниматься также рыбалкой Заявление мы подали для того, чтобы взять землю под сенокоз Нам надо для заготовки сена коровы Организуем строительство большого цеха, комплекса Где-то на месяц продуктивности от двух до четырех тонн Ну и шампиньонов, я думаю, тонна В дальнейшем будут теплицы Там будем выращивать клубнику Если будет у меня 30-40 дойных коров То я буду уже думать купить мини-завод По переработке молочной продукции Йогурты белые, йогурты изготавливать Так как у нас здесь этого нету на острове Мы ждем пароход Когда приходит пароход с южного или со Владивостока Все бегут в магазин С радостью покупают эти йогурты, белые йогурты В молочной продукции Построить боксы для грузовых автомобилей Так как это стоит на краю города Чтобы грузовые автомобили не попадали в город И построить складские помещения Для развития торговли В нашем районе Район-то перспективный Надеемся будет развиваться Поэтому очень хорошее дело Придумало правительство Выдавая гектар Успеть сделать сегодня то Что завтра за тебя сделает другой Это все, что мы хотели рассказать вам Про бесплатные гектары В следующей программе Другие темы НЭПа Встретимся через две недели И помните Экономист не тот, кто экономит сегодня А тот, кто тратит Чтобы не пришлось экономить завтра Успехов! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok